а посоветуйте мне пожалуйста хороший парикмахерский фен коллеги друзья всем привет с вами дмитрий каждан как всегда еду значит подбирать ножницы и решил поговорить с вами по поводу фенов почему я решил поговорить на эту тему ну для тех кто собственно давно меня смотрят для тех кто собственно меня знает и для тех кто собственно подписан на моей соц сети все ссылки будут кстати внизу в описании к этому ролику особенно инстаграмчик вот значит вы знаете что я очень очень дотошный парикмахер до мозга костей я не буду никогда никому ничего продавать если мастера не отвечают на поставленные мои вопросы а почему я это собственно делаю потому что для меня важно чтобы мастер знал что он покупает современный парикмахер современный потребитель к сожалению ничего собственно не знает ни про фены не про машинки не знает ничего про ножницы просто тупо скажите мне цену если цена меня устроит я готова купить там ваши ножницы или ваши фены или ваши машинки так к сожалению коллеги делать нельзя надо сначала подумать о том что тебе конкретно нужно в работу а уже потом исходя из того что ты знаешь что тебе нужно покупать фены и машинки и так далее и так далее и те же самые парикмахерские ножницы так как я уже в подборе инструмента нахожусь уже довольно таки давно я уже давным-давно изучила все скажем так слабые места парикмахеров коллег которые собственно не не постесняюсь этого сказать не постесняюсь сказать боятся сознаться в том что они чего-то не знаю а я всех хочу успокоить знать все в этой жизни невозможно все поэтому я в этом во всем во всем разбираюсь поэтому я хочу вам в этом помочь чтобы вы не совершили фатальную ошибку при выборе того же самого фена раз уж мы сегодня говорим про фены хотя и это касаемо всего и и ножниц и так значит что интересного нового я нарыл в венах и так первое а мощность уходит на второй план почему потому что большинство производителей сейчас гонятся за энергопотребление до чтобы снизить энергопотребление потому что энергия сейчас нынче дорогая поэтому производители делают фены не такие мощные как вы собственно привыкли раньше что это значит что если вы раньше покупали фены там 3000 ватт 2600 ватт 2400 там 2200 это все прошлый век хотите вы или нет но это прошлый век либо вы покупаете новые современные технологические фены ну либо вы покупаете собственно старые фены с вот этой огромной мощностью следующее всем мировые производители фенов уходят в сокращение температурного режима что это значит что теперь фены не так сильно жарят как вы собственно привыкли что это значит что если вы покупаете фен с какой на как на букву пример п допустим который вы знаете прекрасно да вот у него там к примеру мощность 2600 ватт и он при этом жарит так что просто облако вылетает из волос да значит фен имеет высокую температуру и соответственно имеет мощность сумасшедшую что он орет гудит шумит то есть вот все все что вы любите а еще и при этом тяжелый так вот в новых фенах естественно при производители и собственно тот фен который я сейчас пиарю у себя в instagram эти этот вернее фен и все новые фены естественно заряжены на то чтобы парикмахер не так сильно высушивал волосы клиента соответственно чтобы влаги оставалось в волосах волосах больше поэтому если вы работаете новым феном вы должны четко понимать или хотите купить новый фен хороший новый парикмахерский фен да то вы должны четко понимать что современные фены естественно не будут так сильно жарить волос и не будут так сильно высушивать его кто-то наверное же мне тут сразу же возразить и скажет да каждая на это же полная брехня придется же сушить долго волосы он уже не будет так сильно просыхать это же просто деньги на ветер на что я вам отвечу вы же хотели новый парикмахерский фен получите производитель думает о наших с вами клиентах и соответственно он думает о наших клиентах а соответственно он делает все то чтобы у клиента волосы остались чтобы волосы не были пересушены чтобы у вас было как меньше статического электрического волоса когда вы сильно пересушиваете волосы они электролизуется вот все все вот это в куче заливается в новые фены также идет подавление шума соответственно в новых фенах и в том фене который я пиарю тоже шума практически нет то есть небольшой такой тонкий свист но это по крайней мере не так шумно не так бьет по голове когда вы сушите старым феном на букву п которую этому вы все и так знаете пример как пример или на букву п что еще интересного в новых венах вес значит я вам скажу по своему примеру вот тот фен который я пиарился в инстаграме весит 500 грамм я тут буквально недавно то есть вчера буквально значит пришел на работу и обнаруживаю что свой фен который собственно новый который появился у нас да я его забыл у себя во втором салоне ну естественно что делать беру свой старый фен начинаю работать и понимаю что у меня в руках знаете такой тяжелый молод как у тора то есть я просто обалдел от того что мой старый фен который считал что он у меня легкий он оказывается зараза тяжелый поэтому на сегодняшний день еще при выборе фена играет его вес потому что многие мастера естественно работают очень сильно устают и для многих мастеров сегодня решающим фактором при выборе фена является еще и вес фена а как вы знаете какие есть сегодня веса фенах это 290 320 грамм 500 и 640 грамм и собственно вверх а значит а для меня лично для меня сугубо мое оценочное мнение 500 грамм это самый оптимальный вес фене я работал разными фенами я тестировал разные фены но как показывает практика здесь надо опять же подумать о том что ты этим феном делаешь и насколько для тебя вес важен кто-то скажет для меня вес решающий у меня очень прям много работы я очень сильно устаю поэтому для меня важно чтобы фен как меньше чем меньше он весел тем лучше и здесь вы окажетесь абсолютно правы для кого-то для кого-то фен пускай даже у мастера много 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 работы но для него важно ощущение фена в руках то есть мастер должен чувствовать фен в руках и вот тут и вот тут тоже мы встаем на распутье какой же фен лучше то есть выбрать фен с 500 граммовый да или 300 граммовый да то есть мастер соответственно тоже должен об этом задуматься при покупке фена очень важный момент вес тоже решает соответственно если мы все это дело собрали в кучу соответственно мы подберем фен достаточно правильно но очень важным фактором коллеги я хочу особо обратить ваше внимание это является то что современные фены не так сильно пересушивают волосы естественно нужно знать температурный режим температурный режим каждого фена который вы хотите купить это в идеале например фен который я сейчас пиарю да у него температурный режим начинается 60 80 и 100 градусов как по мне оптимальная температура кто-то скажет да со 100 градусов там ты вообще ничего не высушишь поверьте все прекрасно высушивается надо просто знать как сушить и как высушивать предварительно волосы соответственно я всегда врубаю полную мощность именно 1990 ватт я включаю температуру 100 градусов и начинаю подсушивать предварительно волосы когда они влажные и уже потом папа когда я вижу что уже фен и что я уже вижу что волос подсушен я уже начинаю протягивать волосы на брашен когда он где-то на процентов 70 уже все уже вижу что он подсушился я начинаю уже протягивать на брашен вот и и при этом я температуру со 100 градусов опускают до 80 и все прекрасно высушивается я тестировал и на 100 градусов градусов тоже все хорошо но у меня вот такая техника я подсушил довольно таки ну там пускай 70 80 зависимости от того какие волосы да ну и соответственно от этого зависит от какую выбранная температура у меня есть я работаю вот так как вы на работаете вы можете об этом написать комментариях значит я работаю именно так поэтому у меня нету статики у меня волосы не электролизуются и все с волосами хорошо поэтому когда вы выбираете себе самый хороший фен всегда задумывайтесь о функционале я вас еще раз к этому призываю никто раньше об этом не говорил никто об этом нигде не писал никто об этом не рассказывал и большинство продают фены просто тупо от балды или исходя из того что есть какой-то фен на букву п он классный все берите есть фен на букву д берите он классный но при этом никто не задумывается о функционале фена в этом кроется самая большая ошибка и поэтому мастера когда покупают фены начинают работать а далее куча бабла думая о том что он самый крутой самый классный мастера разочаровывается все почему потому что вы элементарно не не о том подумали вы подумали о том что цена ножниц или фенов вас устраивает все значит надо брать могу и себе позволить там дядя вася этот фен распиарил раскачегарил все значит можно его брать нет здесь нужно все досконально про фен узнать поэтому у меня поэтому всегда первое напрямую стоят вопросы к мастерам которые что-то пытаются через нас заказать хотите заказать через наш ножницы окей но при этом я вам задам вопросы касаемо ножниц хотите заказать через нас фены окей тогда я вам задам много вопросов про фены чтобы вы купили правильно фен самое главное грамотно правильно и чтобы вы не разочаровались в продукте это очень важный момент если вы будете спустя рукава подходить к покупке фена вот так чисто по цене скажите цену если цена меня устроит я куплю нет так здесь это не работает я тогда вам не продам ни фен ни ножницы ничего можете ко мне не обращаться идете в магазин для парикмахеров вам там чуть-чуть впарит вот пожалуйста я так не работаю я мастер я хочу чтобы как технолог чтобы вы знали что вы покупаете и тем самым вы чтобы не совершили фатальную ошибку при выборе фена также очень много нюансов еще и связано и с соплом тоже современные фены идут соответственно с двумя видами сопел сопла которые с прорезиненной основой до который когда вы вставляете сопла да там прорезиненная основа и она хорошо крепится к корпусу и есть соответствующие еще на магнитах и там и тут есть свои подводные камни а какие подводные камни если вам будет это интересно я всегда с удовольствием вам расскажу когда вы будете обращаться ко мне за подбором фена с удовольствием расскажу поделюсь всеми своими наработками все я уже приехал на работу хватит болтать спасибо большое что досмотрели это видео до конца будут вопросы пишите с удовольствием на все на все отвечу с вами был дмитрий каждан пока